Я тогда, свернув Фейсбук, я как бы смотреть не буду. Да, а я на вопросы, если потом напишу. Да, ты там посматривай тогда вопросы, я пока прикрою штопу. Так, значит, еще раз, у нас 22 мая. Вопросы, ответы. Пока вопросов нет, давай, Денис, тогда вводную расскажи свое. Я добавлю, и буду, думаю, вопросы подтянут. Ну да, сейчас, как бы, недавно еще совсем там мы обсуждали, вопросы оптимизации листинга, скажем так, заполнения бэкэнда, серфтермов, плюс, как бы, были какие-то споры там по оформлению листинга, по тайтлу, по вулетам, по дескрипшену. Вот, как бы, мне тут недавно, скажем так, появилась возможность проверить заново все свои, скажем так, умозаключения. То есть, ну, был какой-то аппетит, то есть, там, тайтл заполняли, и, грубо говоря, исходя из максимально, скажем так, допустимых, в зависимости от категории, количества символов. То есть, ну, правило, там, до 200 символов заполняли тайтл, первое, там, 80 символов, как бы, считалось оптимальное, куда старались запихнуть самый-самый, там, ключ какой-нибудь, один-два продающих, вот. Соответственно, там, бульгаты, понятно, как бы, тоже особо там проблем не было, тоже, как бы, максимально делали их большие, старались ключей как можно побольше запихнуть, ну, то же самое с дескрипшеном. Старались максимально все это дело заполнить ключами, ну, и, как бы, опытным путем было выяснено, что бэкэнд тоже, там, индексируется, мы все 5000 символов, а только порядка 2000 символов, не более, скажем так, и, ну, и, там, старались как-то все-таки заполнять, исходя из этих двух тысяч символов. Ну, соответственно, я запускаю новый продукт, видной, толкнулся с тем, что, ну, изначально я не заполнял бэкэнд, то есть я планировал начать собирать ключи, вот, я очень отношусь, скажем так, ревностно к ключам, то есть стараюсь, все-таки, идти по пути релевантного листа для максимально, что есть ключи использую только, ну, самые-самые релевантные, не хочу пустой трафик, не хочу низкую конверсию, вот, соответственно, я пошел таким путем, я сделал кайтл, сделал буллеты, как мне показалось, ну, оптимальные, там, строчки 3, наверное, все подображалось на митворе, вот, и, description заполнен, по максимуму его забил, то есть красивый, классный description, вроде продающий, как мне казалось, ну, и стал проверять на индексацию свои ключевые запросы, при том, что бэкэнд у меня не был заполнен вообще, то есть просто там пусто было. Ну, как бы, в принципе, те ключи, которые я там description, буллеты вставлял, они более или менее индексировались, в принципе, как бы, я не заметил так навскидку, начал проверять, вроде все работает, все окей, все замечательно, вот, потом стал заполнять бэкэнди, взял самые-самые, как мне показалось, оптимальные ключи на тот момент, выдернули там порядка 100 ключей, начал заполнять, ну, заполнил эти первые там 100 ключей, то есть буквально там по 5, может быть, каких-то слов, фраз в каждую строку, и обнаружил, что не индексируется, то есть буквально в бэкэнде у меня индексировались только первые фразы, то есть в каждой строчке по одной фразе, все остальное, все, как бы, ни целиком в строчке не индексировалось, ни по отдельности фразы, никак, вот, я проверяю через storefront в последнее время индексацию, то есть, ну, через асин, ну, в принципе, хороший вариант, но и удобный, вот, захожу в свой магазин, выбираю свой магазин, и прямо в своем магазине пытаюсь найти себя, ну, то есть он отфильтровывает все остальные товары и пытается по ключу в твоем магазине найти что-то похожее. То есть ты каждый ключ через storefront прогоняешь теперь? Беру ключ просто... Каждый, каждый ключ и фраза, и ключ? Ну, интересно, ну, я в МЗ1 там скинул, например, себе там, сейчас немножко расскажу, как собираюсь по-новому, ну, беру ключи и фразами прямо по фразе, каждую фразу просто беру, в storefront прогоняю, то есть, ну, на самом деле, это несложно, если в Excel они там выбьют, и взял фразу прогонял, взял, чем мне еще нравится через storefront, что он, как бы, одно слово, ну, плюс одно слово еще, как бы, может, плюс-минус одно слово, точнее, он может еще уточнение тебе дать, то есть, например, ты проверяешь, например, большой красный мячик, у тебя большой красный мячик не индексируется, а красный мячик индексируется, он тебе покажет, что вот смотри, как бы, большой красный мячик, я не нашел товаров у тебя, а вот у тебя есть товар красный мячик, или там большой красный, то есть минус... Вопрос другой тогда, а как колбасу проверять? Как колбасу проверять? Полностью серфтерн или полностью буллеты? Полностью точно так же Ты можешь полностью загнать Если индексируется Если вся строчка Например, в бэкэнде индексируется То она через старфронт тоже индексируется То есть ты можешь все там 20 слов Прямо в старфронт их загоняешь И проверяешь Если индексируется, то она покажет Что нашла какой-то товар именно по этому большому объему ключевых слов. Точно так же буллит, точно так же проблем нет. Оно проверяет. Если оно индексируется, то значит оно идет. И дальше я, скажем так, начал уже опытным путем все это дело прогонять. Обнаружил еще, что у меня не индексируется буллит. Тоже стал вопрос, начал с ребятами советоваться, где кто-то новый товар запускает. Опять же пришли к тому, что сейчас ограничения по буллитам. Возможно, не во всех категориях. Фунтичин, спорт. Вот в этих категориях не индексируется, как раньше, буллиты, не ограничено в любое количество. То есть пришли к поводу, что где-то не более 2 тысяч символов опять же на 5 этих буллитов. Я сделал буквально короткие строчки. Я там не подгонял, конечно, по 2 тысячи, ну, где-то порядка там полторы тысячи символов сделал. То есть все заиндексировалось. Сразу же буквально 15-20 минут, все, флешки. То есть все буллиты заработали. Опять же, раньше я делал повторения, теперь вообще не использовал повторений. То есть, ну, понятно, что в description, в буллитах и в title, ну, понятно, что будут повторяться некоторые слова, потому что там все-таки ты делаешь логически выстроенные какие-то предложения, и, понятно, одни и те же ключи могут повторяться, ну, в силу того, что по-другому там никак не напишешь. Но теперь совсем не обязательно их добавлять в бэккэм. Повторение. Абсолютно оно никак не влияет. Я вот как раз, возможно, когда началась эта колбаса с индексацией, начало у многих слетать все это дело. Повторение что такое? Объясни мне, я не понимаю. Ну, просто киворды мы оставляем, я так понимаю. То есть, мы можем там повторить киворды, киворды. Мы оставляем, я так понимаю, то есть, повторением или нет. Фразами мы идем, запятыми. Сергей запятыми идет. Я сейчас тоже на запятые перешел, потому что... О, ты же, ты же, ты же, связь начала пропадать. Денис, очень сильно лагает ничего. Понял. Ты меня хорошо? Да, я тебя хорошо слышу. Сейчас меня слышно? Ну, очень-очень сильно лагает, Вась. Я тебя не слышу. Давай, я сейчас... Да, слышно ли меня? Тебя слышно? Отлично. Короче, это самое. Сейчас переиграем. Опять прервалось. С интернетом беда. Интернет навернулся. Сейчас, секунду, я сделаю все. Перезапучи там. Какие-то лаги. Ну, может лаги, может интернет. У меня, вроде меня, нормально все работает. Может быть, интернет, сложно сказать.